Здравствуйте! Тема лекции номер 14 – распределенные сети. В лекции описываются различные протоколы и технологии, используемые в распределенных сетях. White Area Network 1. Распределенная сеть представляет собой сеть передачи данных, сфера действия которой простирается за пределы локальной сети. Одним из отличий распределенной сети от локальной является то, что для использования распределенной сети требуется заключить договор с внешним провайдером. Таким, например, как региональное отделение компании Bell. Это позволяет в распределенной сети воспользоваться услугами сетевых провайдеров. В распределенной сети используются каналы данных, такие как интегрированные службы цифровых сетей, интегрессии сервиса Digital Network ACDN и ретрансляция фреймов Frame Relay, предоставляемые сетевыми провайдерами для получения доступа к выделенной полосе пропускания в пределах области действия распределенной сети. Распределенная сеть соединяет друг с другом отдельно офисы одной организации, офисы компании с другими организациями, с внешними службами, таким как база данных, и с удаленными пользователями. Распределенные сети обычно передают данные различных типов, такие как звук, цифровые данные и видео. Технологии распределенных сетей функционируют на трех нижних уровнях эталона модели ОСИ, на физическом, канальном и сетевом. На рисунке 14.1 показаны связи между технологиями распределенных сетей и эталоном модели ОСИ. Службы распределенных сетей чаще всего используются такие службы распределенных сетей, как телефонная связь и передача данных. Эти службы функционируют на участке между точкой присутствия и телефонной станцией провайдера. Телефонная станция представляет собой офис местной телефонной компании, к которому присоединены все локальные ответвления данного региона, и в котором происходит коммутация линии абонентов. На рисунке 14.1 технологии распределенных сетей функционируют на трех нижних уровнях эталона модели ОСИ. Обзор среды распределенной сети представлен на рисунке 14.2 позволяет подразделить службу провайдерам на три основных группы. Вызов, Cal, Setup. Эта служба устанавливает и прекращает связь между пользователями телефонов, называемой также сигнализацией. Служба установки вызова использует отдельный телефонный канал, который не используется для других целей. Для установки вызова чаще всего используют систему сигнализации 7, которая передает и принимает телефонные управляющие сообщения и сигналы на пути от точки передачи к пункту назначения. Временное мультиплексирование. Для передачи информации от многих источников используется полоса пропускания, фиксированной ширины в одной и той же передающей среде. Метод коммутации каналов использует сигнализацию для определения маршрута вызова, который представляет собой выделенный путь между отправителем и получателем. Осуществляя мультиплексирование потоков данных в фиксированные временные промежутки, TDM позволяет избежать перегрузки устройств, изменения значений задержки. Каналы TDM используются базовые телефонные службы EICDN. Протокол Frame Relay. Информация, содержащаяся во фреймах, передается по определенной полосе пропускания совместно с информацией от других подписчиков. Frame Relay является статистической мультиплексной службой. В отличие от TDM, которая использует идентификаторы второго уровня и постоянные виртуальные каналы. Кроме того, коммутация пакетов в протоколе Frame Relay использует маршрутизацию третьего уровня, при которой адреса отправителей и адресата содержатся в самом пакете. На рисунке 14.2 в распределенных сетях имеется три типа провайдеров услуг. Провайдеры услуг распределенных сетей. Технологический прогресс последнего десятилетия сделал доступным для сетевых проектировщиков ряд новых решений. При выборе оптимального варианта распределенной сети необходимо оценить преимущество и стоимость услуг различных провайдеров. При заключении договора о организации на использовании ресурсов внешнего провайдера сетевых услуг последний предъявляет подписчику определенные требования к соединению, касающиеся в частности тип оборудования, предназначенного для получения этих услуг. Как показано на рисунке 14.3, наиболее часто используемыми терминами, связанными с основными типами услуг в распределенных сетях, являются следующие. Стационарное оборудование пользователя. КПЕ. Устройства физически расположены в помещениях пользователя. Они включают в себя как устройства, принадлежащие потребителю, так и устройства арендованного провайдера. Демаркация или Демарк. Точка, в которой заканчивается ЦПЕ и начинается локальное ответвление службы провайдеров. Часто эта точка находится в точке присутствия здания. Абонентский канал или последняя миля. Кабель, обычный медный провод, ведущий от точки демаркации к телефонной станции провайдера. Коммутатор телефонной станции. Коммутирующее устройство, которое представляет собой ближайшую точку присутствия для службы провайдера в распределенной сети. Междугородняя сеть. Коммутаторы и другие устройства коллективного пользования, также называемые магистральными, в среде провайдера. Поток данных клиента на своем пути к местным назначениям может проходить по магистрали к первичному центру, затем к районному центру и далее к региональному и международному центру. На рисунке 14.3 представлено соединение организации с пунктом назначения осуществляется посредством вызова типа точка-точка. На участке пользователя основное взаимодействие происходит между оборудованием терминала данных Data Terminal Equipment и оборудованием конечной цепи ДЦЕ. Обычный ДТЕ представляет собой маршрутизатор, а ДЦЕ является устройством, используемым для преобразования данных пользователя из формы используемой ДТЕ в форму, соответствующую устройству службы распределенной сети. Устройство распределенных сетей. Распределенные сети используют различные типы устройств, включая следующие маршрутизаторы, выполняющие разнообразные функции, в частности регулирование сетевых процессов и управление портами интерфейсов, коммутаторы, осуществляющие передачу голосовых цифровых и видеосигналов в пределах полосы пропускания распределенной сети, модемы, которые реализуют интерфейс для голосовых данных, коммуникационные серверы, основной задачей которых является установкой и отключением связи с пользователем. На рисунке 14.5 показаны пиктограммы, используемые для изображения устройств распределенных сетей. В списке использованы литературы.